Ну что, если коротко немножко о себе сказать, пожалуйста. Родился я 26 января 1925 года в селе Воронежского, в 43-м по 55-й год служил в 48-м году. Награжден от динаматической войны и многими датами. В январе отметил юбилей 90-го летца дня рождения. Здоровья вам? Да. Здоровья проживаю? Немножко я пытался вас пригласить, но что-то не получилось. Я не знаю, как получилось. За приглашение спасибо. Ну, у меня есть вопросы. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вы в 57-е в аппарате райкон и исполкоме в 50-е годы не работали? Нет, я родился в 1954 году. А, тогда измените. Ну, обстановка сейчас сложная. НАТО проводит учения. Вот, есть ли такая возможность или, как выразиться, предположение, чтобы в Кингисепском районе расположить бы, может быть, батальон или полк, чтобы мы были твердо уверены в безопасности. И Кингисеп, и вся Россия, безопасность России обеспечена. Уверяю вас. Вы депутатец. Уверяю вас. Вас заверяют в том, что безопасность страны обеспечены. Полностью? Нет. Есть какие-то проблемы с бытового характера? Бутового характера, то, что тут я вот заявление написал. А живу в Хрущевке, четырехэтажный дом, введенный в 1963 году, в декабре. Я тут, мне там дали квартиру в двух комнатах. Я до сих пор там живу. Дело в том, что все время уже устарели и уже неводность пришла сантехника. Желательно поменять и батареи, и ванны, и унитазы. Вот это, короче, вот это вот все, конечно. Если мне это заняться, мне это не под силу. Есть программа «Небюджетные источники», где вот данное заявление уже учтено. И в этом году будет полностью проведен ремонт. У нас этот источник в районе 400 тысяч рублей есть до конца года. Данный ремонт, который мы проведем в северном случае, составляет более 30 тысяч рублей. Он входит в этот перечень. И мы обязательно это сделаем. Я хочу обратиться к вам в сообществе сельских спортсменов, нашего полноценского района. Сергей Евгеньевич, в последнее время в поселениях нашего района стали активно строить спортивные площадки, появляться новой спортивной объектой, посредиствовать в обновлении программных сельских спортсменов, поделением средств на ее проведение. Нам на данный момент не хватает межпоследенческих борьбы, на соревнованиях спортивной торговли. И, конечно же, не хотелось, чтобы спортивная жизнь, поскольку организовывалась только дворки инфляциями на новой спортивной объектой. Причина была такая. Спартакея была очень популярна. Десять видов спорта. Футбол, достойный теннис, массовые направления, в которых были состязания. Кстати, мы участвуем в региональной сельской спартаке постоянно. Она у нас постоянно. Постоянно люди тоже реагируют, занимают хорошие места. Но по простому, если сказать простым языком, что за последние годы были утрачены инициаторы. Ребята, которые изнутри сельских поселений вот так переживали, как Александр. И сегодня просто соединяется, наверное, новая волна. Район готов поддержать те люди, которые ушли, стали старше немножко, может быть, пришли от спорта. И немножко именно в два года мы последние провалились. Уже возможности и стремления другие. Александр Александрович, еще раз спасибо за то, что вы волнуетесь и переживаете, стараетесь подвинуть эту идею. Район тоже заборченный. Александр, давайте напрямую, пожалуйста. Приходите, будем задействовать напрямую. Александр Александрович, вы планируете вместе, чтобы в рамках киадок были и зимние, и летние? Да, да, обязательно. Особенно лыжные эстафеты. Это круглогодичные. Лыжные эстафеты очень популярны. Один из самых популярных. Передайте привет вашим административчанам в связи о разговоре, который здесь состоялся. Мы передам всех, кто вас услышал. Добрый день. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Продолжение следует. Продолжение следует. Проблема, которую вы решите делиться, у вас похожа. Это, конечно, житейская проблема. Тем не менее какая проблема, житейская проблема, а, конечно. Команда Карлома до 65-го, то есть на 75-совой достройки, то проблема будет выросла и полностью срок эксплуатации. Хотя вы больше, это вопрос по замене. Александр Александрович, у вас такая же проблема в сочетании в доме с кидаем виком Центрありста, в доме 61-го, Это 12 этажа на объезде в город, на круге, с первым домом. 34 этажа, да. Ну, лютый будет его ремонтировать, там постоянно аварийка, постоянно там выдастся. Да, ну, страшно страшно. Хотелось бы это вопрос решить. Александр Ильич, вот состояние лифт прям такой же? Да, все правильно, ситуация такая же примерно, да. То есть лифт уже выработал свой срок эксплуатации. Очень срок экспертизы с отнесу тоже прошел. Несмотря на то, что лифт сейчас не относится к 2013-го году с опасным производственным объектом, но тем не менее, там же достаточно много механизмов, которые могут отказывать, да. Морально-физически устаревшие оборудования. 12 этажка, наверху живут бабушки, дедушки. То есть аварийная остановка лифтов, ну, фактически парализует, ну, как исключит возможности к общению с миром. Какие плановые отношения вот этих двух конкретных подресетов? Из 330 домов у нас на двух квартирах на 2 этажах 65 домов. Это 9 и 12 этажных. Это немало 65 домов. И в этих 65 домах 247 лифтов. Начиная, и, к сожалению, Сергей Евгеньевич, большинство, практически большинство, можно сказать, даже теперь из 100 пациентов, эти дома имеют лифт 3 сроком эксплуатации уже более 25 лет. Мы заменили их 247 лифтов, 70 лифтов. Это новое оборудование. Участвовали в программах своим софинансированием. Главное государство организовывало такие программы на уровне федеральных программ, регионального софинансирования, местного софинансирования. Поэтому здесь мы не отстаем от других районов или регионов Российской Федерации. То есть мы в Турции даже один год, у нас был рекорд, мы поменяли 52 лифта. Мы в этом году, в 15-м году поменяем 11 лифтов уже из этой программы. И начинаем шагать большими шагами дальше. Я очень уверен, что эти 2 лифта будут учтены в этом году. И в следующий год мы уже видим, мы уже в строчке капитального ремонта на 32 лифта. Наши заявители будут удовлетворены, могут уверенно сказать жителям своих домов, что в этом году и с программой капитального ремонта будут таковы. С этого года и попросил бы вас до конца года мне проникнуть о том, чтобы истовое оборудование в этих двух домах заменило. Хорошо, хоть будет. Спасибо. Спасибо. Я председатель французского комитета школы номер 2. И у меня вопрос по дополнительному освещению и ограждению тротуара под подлежьей части около пешеходных переходов нашей школы. Сейчас, в летний период, возле нашей школы проводилась ремонтная работа в пешеходной части. Сейчас, на данный момент, ремонт уже закончен. Мы, родители, внимательно наблюдали за тем, как делалась дорога и немного обеспокоены безопасным состоянием пешеходного перехода. На данный момент вдоль дороги установлено ограждение. Мы за это очень благодарны ректору Эвердвичу. Нанесена разметка на пешеходном переходе, установленные современные фонари. Но у нас, у родителей, вопрос. Возможно ли оборудовать наши пешеходные переходы дополнительными светящимися знаками или внести желтую разметку в пешеходные переходы? Вы считаете, что ремонт приятного цвета, а освещение недостаточно? Да, вот так, вы на основании каких данных пришли к такому уровню? Мы разговариваем с родителями, отслеживаем, как была работа. И считаем, что для дополнительной безопасности все еще не хватает желтых полос и хотелось бы светящиеся знаки. Вы сами как считаете? С родителями. С родителями, да. Очень ответственный участок, Сергей Анатольевич. В рамках региональной программы мы получили софинансирование на часть дорог в городе Кинесеппе. В улице Иваново у нас попало, потому что было стыдно было бы, чтобы ее не сделали к учебному городу. Реально улица была убита. У нас мало осталось таких дорог в городе, но мы нашли возможность именно эту улицу отремонтировать. А Кинесеппе, если такие вещи немножко балованные, потому что они знают, у нас уже появились светящиеся пешеходные переходы, человечки, которые светятся. Все, по мнению наших комитетов по безопасности, наших сотрудников, комитета ЖКХ на самых напряженных точках, сделали статистику. Безопасность резко увеличилась, романтизм снизился, потому что в городе мы уделяем очень большое внимание именно ограждения, именно лежачий полицейский, именно освященный переходам, где нет светофоров. И абсолютно правильное требование нам по Иваново надо просто дожать. Некоторые нюансы, которые сегодня были обозначены, они объективны. Мы постараемся сделать это. Это одна из самых маленьких улочек города Кинесеппе, центра города Кинесеппе. Конечно, хочется там сделать красиво. И вот эти вот уже благоустройства, которые мы, инновации наши, мы применим обязательно там. Вы имеете в виду, что сделать это прежде всего на всех местах, где концентрация детей и школ. Да, давайте. Раз, этот адрес тоже будет. Уже начали, надо сделать подключи, как говорится. Нет, сам не. Поэтому это не каприз, это хорошая дополнительная опция. Мы ее уделим. Сколько здесь было? Один. Второклассник. Второклассник. Вы уже в школу сегодняшнего владения. Настроение хорошее. Включайте. И у второклассника, и у мамы. Да. Я вас поздравляю с начала учебного года. С днем знаний. Пожелать успехов вашему сыну. Ну а представившийся разговор, участие в конденсатах. Спасибо. Спасибо.